Так, если вкратце о себе, я уже более 23 лет в профессии, начинал учиться в Краснодаре, там же начинал работать. В 97-м году зачитил диссертацию кандидатскую, поработал еще в Краснодаре в различных лечебных учреждениях и потом приехал сюда, в Новороссийский родной свой город. С 2000-го по 2010-й я возглавлял экологическое деление больницы моряков, после чего в свое время перешел на работу другие лечебные учреждения города на руководящие должности. А сейчас, на данном этапе, совмещаю лечебную деятельность врача-уролога, в том числе и детского, и с общественной деятельностью. Я являюсь следником в городе. Ну давайте в целом об урологии. Чем занимается уролог и с какими проблемами к вам приходят? Очень такой правильно поставленный вопрос, потому что в обществе бытует мнение о том, что урология исключительно мужская тема, которая должна заниматься исключительно мужским здоровьем. На самом деле абсолютно все не так. У нас что у мужчин, что у женщин одна и та же мочевыделительная система. Различается только особенностями по связанным с полом. А мочевыделительная, это почки, мочеточники, мочеворкузы, у нас все одинаково. Поэтому именно то, чем занимается урология, это занимается в первую очередь мочевыделительной системой. То, что нас может быть в какой-то степени и отвечает от нефролога. Потому что у мочевыделительной системы две функции у почек. Есть экскриторная и инкриторная. Экскриторная та, которая связана непосредственно с выделением и образованием мочи и выведением ее на ружу. И инкриторная, это именно фильтрующая нейроспособность почек, которой занимается уже нефрология. Ну и, соответственно, достаточно большой раздел урологии. Это включает в себя непосредственно и репродуктивную функцию мужскую, ну и, соответственно, как бы проблемы, связанные с сексом. Это основные проблемы. Вот смотрите, к вам приходят и мужчины, и женщины. А нужно ли с какой-то периодичностью приходить к урологу? Или же, если ничего не болит, то и ходить к врачу не стоит? Времена сейчас немножко изменились в плане отношения к своему здоровью. Соответственно, и обращение к узким специалистам тоже почему-то сейчас изменилось в последнее время. Люди предпочитают, наверное, меньше болеть, но и, как следствие, наверное, меньше обследоваться. В связи с этим я, конечно, буду наставить на том, что нам всем нужно вовремя, периодически, наверное, проходить медицинские осмотры, которым сейчас и в нашей клинике, и вообще в стране уделяется достаточно большое внимание. Это очень важно. Ну, примерно раз в год, два раза в год. С какой периодичностью? Я бы рекомендовал бы все-таки раз в год как мужчины, так и женщины должны посещать врачей. Ну, если мы уже будем говорить по гендерным различиям между мужчиной и женщиной, то посещать уролога, наверное, раз в год должен каждый мужчина. Ну, как женщины, допустим, должны раз в год посещать гинеколога. И это, я думаю, будет очень правильно. Более того, давайте, наверное, сейчас и относиться, и готовить наших детей, чтобы также относиться к своему здоровью. Потому что зачастую бывает проще, может быть, предугадать заболевание, да, предотвратить его, нежели потом его мужественно там лечить, сражаться с болезнью и так далее. А вы вот еще помогаете парам, которые лечатся от бесплодия и, в принципе, забеременны. Правильно? Да. У нас есть специально, в семейной клинике, у нас есть специальная программа, связанная с репродукцией человека. Что сюда входит? В первую очередь, конечно, это обследование. Ну, и, соответственно, я как мужчина, я занимаюсь обследованием, в первую очередь, мужчин. И, ну, как, соответственно, наши врачи, гинекологи, занимаются обследованием женщин. Очень достаточно серьезные проблемы, я думаю, что сейчас стоят, находят, стоят в нашем обществе, связанные с бесплодием. То есть я отмечаю тенденцию к увеличению, наверное, пациентов, которые нуждаются в определенных медикаментозном лечении этой проблемы. И она с каждым годом становится все больше и больше, быстрее. Ну, и даже мы можем с вами сделать такой вывод, что по количеству клиник, которые занимаются экстракорпоральным удовлетворением, так называемым, леком. Вот. И эта проблема на сегодня, она имеет место быть, и она очень серьезная. А вот смотрите, малоподвижные сперматозоиды, это приговор для мужчины или это диагноз, который поддается лечению? На мой взгляд, не то, что я там оптимизм или там опыт моей работы позволяет говорить, но на самом деле приговоров в медицине, их вообще не существует. На мой взгляд, надо просто хотеть быть здоровым, надо просто к этому стремиться. И даже если там человека постила, какая-либо болезнь, да, ее тоже можно вылечить. Просто надо хотеть, надо с доктором вместе на пару решать эти вопросы. Никакой-то не приговор. Да, подвижность снижена, но на сегодняшний день не знаем очень много причин, которые могут влиять на подвижность и состояние непосредственно с медицинского козоидора. И в наш век, в наше время этого очень много. Именно факторов, которые оказывают такое очищающее действие. Поэтому это не приговор. Все можно вылечить, все можно привести в порядок. Самое главное, чтобы было на это время и желание. А вот какие есть современные методы лечения именно в Вашей клинике? Или это исключительно медикаментозные? В первую очередь, но они все медикаментозные. Все медикаментозные. Потому что, еще раз говорю, приговоров таковых нет. Проводить хирургические лечения в данной ситуации. Но, опять же, в нашей клинике подход всегда индивидуальный. Мы подходим к лечению непосредственно с тем проблемам, которые мы выявили у нашего пациента на тот или иной период. И все проходит, конечно, в комплексе. Хотя бывают случаи такие, когда, допустим, требуются какие-то, может быть, инвазивные вмешательства. Но в этом случае мы тоже делаем эти операции. А Вы скажите, может ли как-то сказаться на здоровье будущего малыша лечение герпеса во время беременности? Видите, само наличие вирусной инфекции, само собой, оно здоровья не прибавляет ни маме, соответственно, ни малышу. Ну, я имею в виду будущей маме. Но, что касается непосредственно, допустим, лечения, лечить в любом случае нужно. Почему? Потому что мы прекрасно знаем, что ряд вирусных заболеваний может вызывать у плода кератогенные изменения. А иначе говоря, какие-то врожденные урозы. Дабы этого избежать и быть более спокойным и мамочке будущей, и врачам, которые будут дальше везти акушерогенегологи, вот, конечно, лучше проводить это лечение и в любом случае согласовывать, наверное, и с генетиками, и с акушерами, которые занимаются этой проблемой. Потому что, вот, допустим, я перебью вас, то, что мы ориентируемся, допустим, на, ориентируемся все-таки на мужчин, вот, в данной ситуации, да, вот, для нас очень важно именно наступление беременности, понимаете? Вот, ну и, соответственно, уже потом, когда уже беременность состоялась и прогрессирует, вот, там уже начинаем, конечно, к будущей маме относиться, ну, бережно и аккуратно во всех отношениях. Поэтому, я думаю, что по многим вопросам, которые дальше возникают по ходу беременности, используются консультации и консилиумы. Спасибо. И вот уже поступил в эфир вопрос, вы говорили о детской урологии. Наша подписчица спрашивает, в каком возрасте нужно ребенку, ребенка начинать водить к урологу? Конечно, в первую очередь, все зависит от показаний. Есть стандарты обследования дитя, допустим, мне приносят, вот, новорожденных детей, да, там, первый осмотр в 6 месяцев, потом в год, да, и я этих детишек уже смотрю. Девочек не так, а вот, ну, мальчиков, да. Те жалобы, которые могут возникать именно у мальчиков, это надо, конечно, заранее предвидеть и понимать. Эти заболевания уже видны. Есть заболевания, я не хочу сейчас просто озвучивать их в эфире, которые требуют, может быть, какого-то оперативного вмешательства непосредственно уже там, ну, в ближайшее время жизни. Здесь все, конечно, по показаниям. То есть, мама, в первую очередь, сама видит, что и беспокоит ее ребенка. Да и ребенок, опять же, проявляя свое беспокойство в отношении здоровья, он привлекает внимание родителей. Ну, то есть, непосредственно там, своими действиями. Поэтому и мамы привозят, приводят своих детей, мальчика, приводят на консультацию к роду. Но, в среднем, есть просто плановые, так называемые, календарные посещения. Я думаю, что этого будет просто достаточно. Еще раз напомню, что мы сегодня в прямом эфире разговариваем с урологом первой семейной клиники Игорем Викторовичем Костяковым. И вот еще вопрос тоже от подписчицы. Какие методы эндоскопического исследования бывают в урологии? Достаточно распространенные. Сейчас, когда мы уходим от инвазивных методов лечения и обследования, точнее сказать, мы от них уже ушли, уже ушли. Эндоскопические методы обследования, ну, наверное, надо разделить, вообще всю эндоскопию надо разделить, наверное, на три этапа. То есть, это непосредственно эндоскопическое обследование, это, наверное, лечебно-диагностическое и чисто лечебная эндоскопия. Все начинается, наверное, в первую очередь, с уретероскопии, уретроскопии, то есть исследования непосредственно уретры, думать чего в пузыре. Второе, по-восходящий, это, конечно, цистоскопия. Цистоскопия, визуальный осмотр при необходимости использования биопсии, связанных с мочевым пузырем. Тоже достаточно очень серьезная распространенная патология мочевого пузыря, и мы относимся к ней достаточно серьезно, и прилагаем все усилия в развитии непосредственно этой темы. Следующий, по-восходящий, это уретероскопии, они происходят при подозрении на онкологию непосредственно в мочеточниках, и пилоскопии, обследование непосредственно внутренних полостных систем почки. И, соответственно, при проведении этих манипуляций, мы можем взять и биопсию, дискологические исследования, посмотреть дискологию, и при необходимости, при мочекаменной болезни провести лечебные мероприятия, так называемые, контактную битотрепсию. То есть, всем этим занимаются, все это включает в себя эндоскопия, именно в урологической практике. Вы знаете, нам на WhatsApp приходил вопрос от девушки, я зачитываю, вот как есть. Кажется, у меня проблема с мочевым пузырем. Проблема такая, в туалет хожу не до конца прописать. Хожу очень мало, чувство неполного опорожнения мочевого пузыря. Все равно хочется писать, но при этом никаких других симптомов нет. Что это может быть? Нужно ли мне идти к доктору? Вы знаете, в любом случае к доктору идти придется, потому что непосредственно обследование самого себя, то есть то, что девушка начинает сомневаться в себе, я думаю, что имеет не объективный характер, это субъективно. Определить объективное состояние самого себя, наверное, не может даже достаточно подготовленный врач. Поэтому идти необходимо обследовать. За этой симптоматикой может скрываться достаточно серьезное заболевание в виде нейрогеново-мочевого пузыря или, допустим, пограничное состояние, тогда, где, допустим, и урологическая проблема, и неврологическая проблема, связанные вместе. Лечить такие состояния, такую патологию крайне тяжело, и всегда на именно пограничных вот таких вот диагнозах начинаются проблемы, сбои. Когда, допустим, неврологи, допустим, они до конца тоже не представляют, как лечить эту патологию, когда мы считаем, что это неврологи, мы считаем, что это неврологическое заболевание, и все. В итоге пациент оказывается без помощи. Так допускать нельзя. И запустить эту ситуацию ни в коем случае не надо. То есть нашей подписчице нужно идти к врачу? Обязательно, обязательно. И я вообще скажу так, любое сомнение, которое возникает, тем более мы сейчас, доступность медицины, на самом деле, что бы ни говорили, да, ну есть и негативные, и положительные отзывы о медицине вообще, но я вам хочу сказать, что мы сейчас все-таки двигаемся в более популяризации, понимаете, медицинской услуги, как таковой. Это связано и с той информацией, которая есть в интернете, и просто мы можем там заказать любую консультацию, взять любого врача на любом уровне. И, соответственно, будем уже консультировать пациентов уже даже в тех узких направлениях, которые, может быть, там в обыкновенной поликлинике уже это невозможно сделать, порядок причин. Ну и здесь нужно, в первую очередь, возникают какие-то вопросы, надо сразу же уйти к врачу. Не надо ждать, когда наступит поздно, и будут уже наступить какие-то сложнения. И вот цистит довольно распространенная болезнь. И что может его спровоцировать? И всегда ли это сопровождается кровью в моче? Цистит настолько интересное заболевание, и о нем можно настолько говорить долго. Но при том, при всем, получается следующая ситуация, что о нем, вроде бы как все знают, оно достаточно распространенное заболевание. Но, с другой стороны, о нем мало кто может понимать, и мало кто может четко что-либо сказать. Значит, клинических проявлений цистита, их на самом деле очень много, и мне, наверное, даже не хватит времени всего эфирного, чтобы рассказать эти стики вообще. Принес крови в данной ситуации говорит о двух вещах. Но если мы будем иметь в виду непосредственно только инфекционный фактор. Это достаточно серьезные виды патологий, которые могут сопровождаться, и инфекционные агенты, которые его вызывают. Как правило, это кишечная палочка, это протей, это фекальный энтерококк и так далее. То есть те инфекции, которые чаще всего встречаются в пассейной мочи. Что нужно делать? Мы уже давно пришли к этому и пропагандируем именно доказательную медицину. Других вариантов здесь в лечении и обследовании цистита, так как и любого другого заболевания, на самом деле быть не может. Когда выполнены определенные манипуляции, а именно пассейной мочи на стерильность и чувствительность к антибиотикам, только после этого можно назначать адекватное антибактериальное лечение. И вот у нас есть провокационный вопрос от Натальи. Она спрашивает, почему четвертая поликлиника в таком состоянии и куда девается вся аппаратура? Какая именно аппаратура интересует Наталью? Ну вот, давайте попросим Наталью уточнить про аппаратуру. А пока мы тогда продолжим. Насколько я знаю, в бывшей четвертой и ныне первой поликлинике есть все необходимое оборудование, которое требуется для обследования и лечения пациентов. И для меня новость, что это оборудование там куда-то делать еще. Вот Наталья добавляет, что очень плохо, что для частной клиники находятся деньги, а, как я понимаю, на четвертую нет. Видимо, это лирическое отступление. Так, еще у нас вот задает вопрос подписчица о том, как уролог может помочь женщине забеременеть. в первую очередь направить своего мужа, своего партнера к урологу. Я думаю, что я могу помочь этой женщине именно в таком направлении. То есть люди планово подходят к созданию, наверное, семьи и к планированию беременности, ну и, соответственно, заведения детей. В течение какого-то времени, допустим, когда супруги живут вместе, уже можно сделать вывод, что беременность не наступает. Это, конечно, в первую очередь настораживает в большинстве случаев больше женщин, чем мужчин. Как правило, мужчина, ну, не забеременела, как бы не забеременела. Женщина воспринимает это гораздо острее, потому что все-таки скинг-панкерица, он такой вот очень сильный, сильно развитый. Поэтому не происходит, не наступает беременность в ближайшие какие-то, допустим, месяц, два, три. И уже надо подумать о том, что в организме женщины что-то не так. Даже нет, неправильно, в организме женщины, а в семье что-то не складывается. Само собой, бывает по-разному. Бывает такое, что проблемы исключительно только в мужчине. Бывают проблемы исключительно только в женщине. Но зачастую вот те пары, на которые мы здесь смотрим у себя в клинике, проблемы и носят двусторонний характер. Вообще никогда не склонен, знаете, делить, что во всем виновата мужчина или там только виновата женщина. Если существует проблема, ее надо решать вместе. Вот действительно, семья для того и существует. Что-то взять и ее решать эту проблему вдвоем. И когда они вдвоем, когда женщина приводит, жена приводит своего мужа за руку и говорит, доктор, у нас в течение длительного времени не наступает беременность, как бы и все, и она поступает в распоряжение одних врачей, вот, а я занимаюсь уже в этой дочери. Ну вот спрашивают Вашего совета, как Вы думаете, где лучше в Новороссийске рожать? Спрашивает нас Ника. Ника, добрый вечер. Интересный вопрос, где рожать в Новороссийске? Ну, насколько я знаю, наш роддом, это многопрофильный, огромный медицинский центр с огромной проходимостью. Я вам скажу больше, в клинике, в нашей клинике наблюдаются беременные из Анапы, из Геленджика, и все они будут рожать и рожать, и будут рожать здесь, в Новороссийске. Я вам скажу больше, с учетом огромного количества родов, наверное, наши специалисты, вот акушеры-гинекологи, которые работают в нашем роддоме, ну, наверное, их опыт богатейший, просто богатейший. И бывают ситуации, когда простые, обычные роды должны там, допустим, переходят уже в разряд операционной, когда нужно, допустим, использовать определенные хирургические вмешательства, и, я думаю, опыт наших врачей, он ни с чем не сравнен. По крайней мере, у наших соседей, ни в Геленджике, ни в Анапе такого нет. И, наверное, я добавлю еще то, что я по нашему роддому, мы проводим флюорографию для рожениц, родильницы, которые уже после родов приезжают женщины сюда, и я вам хочу сказать, это и Анапа, и Геленджик, и Новороссийск, и где-то они все в одинаковых пропорциях. У нас, в Новороссийске, я думаю, сейчас престижно. Прожать. Спасибо, вам тут передают приветы, говорят, что классный. Ну и тогда перейдем по большей части, наверное, к мужскому вопросу. В том числе уролог занимается и болезнями, передающимися половым путем. А, допустим, венерические заболевания должны лечиться и лечатся исключительно в диспансерах. Это кожный-демиологический диспансер. А заболевания, передающиеся половым путем, лечатся, ну, в жестких консультациях и врачами-урологами. Где правильно лечить, здесь все зависит, наверное, не от того, что кто как, какая подготовка. Здесь все зависит от доверия пациента к врачу. То есть я всегда, и давно, и раньше, и везде всегда говорил, должна возникнуть какая-то связь между пациентом и врачом. Если она наладилась, если пациент чувствует своего врача, он видит его, он понимает, он верит в него, то успех лечения, он 100% будет успешным. Спасибо. И вот смотрите, одно время считалось, что обрезание снижает риск выражения за ППП. Вот правда ли это? Я правильно понял, что выполнение, так назовем, операции циркунцизий, да, и обрезания, приводит к риску снижения... Да, существовал такой вот миф или не миф, развейте его, если это миф. Значит, что я вообще скажу по, наверное, по заражению, да, заболевания, передающиеся половым путем, я скажу так. Значит, только контрацепция может обеспечить 90% защиту при заболеваниях, передающихся половым путем. Ну и не только, и, скажем так, и остальными минерическими заболеваниями. Само собой обрезание нет, оно не оказывает такого действия, оказывает, в первую очередь, это культура поведения. То есть, ну, надо само собой избегать от беспорядочных половых связей. Раз. Плюс всегда надо помнить и о себе, и об окружающих. Надо уметь себя, знать, что себя надо защищать. То есть, не лениться и не относиться на авось. А вдруг пронесет? Может пронести, а может и нет. Это два. Во-вторых, ну, мне кажется, легче предохраняться, чем потом сидеть, дрожать и думать, а не наступит ли, не придет ли проблема через несколько дней. Тем более, видите, насколько сейчас все это коварно. По последним рекомендациям Минздрава рекомендуется при подозрении на заболевание, определяющиеся половым путем, проверять уже и те заболевания, которые носят достаточно грозный характер. А именно, это гепатиты ВНЦ и ВИЧИ, ну, и, соответственно, и сифилис. Поэтому это очень, это очень, как бы, распространенная тема. Ей надо заниматься обязательно в этом плане. Обязательно. Что касается, я сейчас тут еще просто закончу, по... Наверное, то же самое обрезание нужно разделить на два момента. На эстетическую сторону, да, и религиозную. По медицинским показаниям, по медицинским показаниям, мы проводим такие операции, но они не такие уж, они не такие уж и, ну, не такие уж они и частые, эти операции. В основном, все связано с эстетикой или же связано с религиозными. А смотрите, можно ли как-то предостеречь себя от заболеваний, передающихся половым путем, уже после полового акта? На мой взгляд, нет. Бутует мнение, и абсолютно ошибочно о том, что можно использовать, можно использовать там мермистину, тут очень моден там у молодежи, да. Можно использовать там еще какие-то препараты, которые по рекламе фармкомпаний могут уберечь или защитить, или там как-то еще людей, вступающих в половые отношения. В моей практике, я вам скажу, что ни разу, еще никогда я такого не видел, чтобы именно эти препараты кого-то спасли и от чего-то защитили. Я вам даже просто такой приведу пример. Я не то, что там говорю, что против, может быть действительно кому-то это нравится, но кроме химических ожогов, слизистой оболочки, уретры, допустим, там, или там гениталий, оно больше ничего не вызывает, на мой взгляд. Даже если, знаете, просто взять из определенного примера жизненного, да, вот мы в операционной там долго моем руки, да, сначала обыкновенным там смылом, после чего мы используем там растворы С1, это спиртовые и с муравьиной кислотой, после чего мы замачиваем руки непосредственно в самом чистом спирте, 76%, так? И после того, когда приходят работники СС, делают смывы с рук, ну, так проверяем качество подготовки врача к операции, хирурга, и тем не менее, все равно на руках находятся какие-то виды там, бактерии остаются, выживают. Так подождите, если у нас такое идеальное средство защиты, так зачем я тогда дожгу свои руки и не тратим огромные деньги? Давайте проще сделаем, возьмем мирамистины, будем обработать руки и все, и в операционной, нормально. Нет этого ничего. Мы можем только загнать эту инфекцию, которая вроде в начале только мочеводелительных путей, загнать их просто в более глубокие слои. Вот и все. Поэтому, если уже что наступило, то наступило, и надо просто уже ждать. В дополнение к Вашим словам, Мирка пишет, что каждому ведущему половую жизнь нужно проверяться раз в полгода, так как презервативы не дают то стопроцентной гарантии. Правильно ли, что раз в полгода нужно проверяться? Или это можно делать чаще или реже? По нашей статистике, ну вообще, ну вот, Минздравовской статистике в урологии, считается, что пятый неприкрытый половой акт, ну я имею в виду случайно, гарантирован, стопроцентно гарантирует заражение заболеванием, передающейся половым препятствам. Пятый. У каждого, пятый может наступить у кого-то за полгода, а у кого-то, извините, за неделю. Поэтому, как выбирать время, допустим, для, ну еще раз говорю, презервативы, это лучше. Потому что другой защиты на данный момент не существует. Не существует. Ее просто нет. Надеяться на то, что там, на Мирамистин, я еще раз говорю, он усугубляет. Выпить какие-то там лекарственные препараты, антибиотики, сразу полового акта, через там какое-то время мы можем вызвать, настолько будет резистентность организма к антибиотикам, что уже потом, когда нужно будет полечить, уже не получится. Ну и самое главное, наверное, вы знаете, надо быть все-таки разборчивым в своих половых связях. Потому что на самом деле количество, наверное, заболеваний, которые есть и в нашем городе, и вообще в крае, скажем так, пугает. Поэтому, может быть, лишний раз молодым людям надо будет задуматься. Спасибо. Еще раз напоминаю, что у нас в прямом эфире Игорь Викторович Косяков, уровок первосемейной клиники. И вопрос от Кристины. Скажите, пожалуйста, пилонефрит передается по наследству? Пилонефрит – это заболевание. Само собой, это не наследственное заболевание, не связанное генетически. Но причины, вызывающие пилонефрит, действительно могут быть закреплены генетически уже от родителей к детям. А именно, определенные нарушения в анатомии и физиологии в мочеводелительной системе. У нас, мы знаем просто из анатомии, что в организме есть, не в организме, а в мочеточнике, три физиологических сужения. Это, допустим, выход мочеточника из почки, полоханочно-мочеточниковый сегмент. Второе – это перекрестие с подвздошными артериями. И третье – это вход в мочевой пузырь непосредственно мочеточника. Липсоризикальное дело. Различные нарушения в анатомии, которые могут быть закреплены генетически, то есть, допустим, от мамы до очереди, или, допустим, иметь под собой действительно генетический момент. Да, такое может быть. Но сам пилонефрит – это заболевание. Вот мы обращали внимание, в нашей клинике у нас была мама с высоким отхождением лоханочно-мочеточникового сегмента, отхождение мочеточника из почки, что создавало застойные явления непосредственно в самой лоханке, что вело к образованию мочекаменной болезни, в том числе, ну, как следствие уже и хронического пилонефрита. И те же самые заболевания, такое же заболевание, хронический пилонефрит, мочекаменная болезнь, вот, мы нашли у ее дочери. То есть, какой-то семейственный, там, семейственный характер, конечно, это имеет место быть. Спасибо за ответ. И еще вот такой вопрос по поводу циститов. Хочу вернуться к этой теме. Правда ли, что если один раз заболеть, то потом он дает о себе знать в течение какого-то периода времени? То есть, до конца вылечить его невозможно, правда? Нет, это неправда. Практически все заболевания, если не начатся вовремя и вылечены правильно, назначено лечение, практически все выходят и вылечиваются полностью. Но, как правило, вот, опять же, с чем мы даже в нашей клинике продолжаем борьбу и будем бороться всегда, к сожалению, пациенты, минуя посещение врача, идут непосредственно сразу в аптеку и говорят провизору, девочки, извините, с провизорственным образованием, но не врача. Вот у меня цистит. То есть, я уже поставил себе диагноз, у меня цистит. Вот выпейте вот это. Понимаете, человек 10 дней пьет вот это. Вот это что? У нас медицина, еще раз говорю, на сегодняшний день это доказательная медицина. То есть, прежде чем назначить какое-либо лечение, антибиотик или, допустим, там препарат другого какого-то там раздела, мы должны четко понимать, от чего мы человека лечим, пациента, что у него за заболевание, чем оно вызвано. И тогда будет ясно уже, чем его лечить. Ну, соответственно, провизоры вряд ли, допустим, в аптеках с оплатой принимают еще, допустим, анализы. Мы даже не представляем, что там, что явилось пустовым механизмом. Более того, как правило, циститы возникают, опять же, их много, это отдельная тема разговора, о них можно говорить очень долго. Но, как правило, должен быть так называемый, ну, я так называю, троянский коник. Кто откроет дорогу в мочевой пузыль инфекциям, допустим, уже условно-патогенным, таких как кишечная палочка, она же присутствует в нашем организме, но цистит не вызывает. Но те же заболевания, передающиеся половым путем, это хламидия, уреплазма, микоплазма, гарнирелы и так далее, они создают, просто открывают ворота в мочевой пузырь, они создают, пробивают защиту, и только после этого уже в мочевой пузырь, в клетке мочевого пузыря, в слизистую бобочку, уже входит инфекция, которая вызывает, в том числе, допустим, и примесь крови в моче уже в остром периоде. Тогда, извините, как лечить его? Кишечная палочка лечится одними препаратами, а заболевания, передающиеся половым путем, они лечатся другими, и они не всегда совпадают. Уже и об этом, ну, провизоры, к сожалению, не то, что не знают, как бы, они не обязаны это знать. Препараты, которые они назначают, опять же, чем они руководствуются? Молодая женщина, да, пролечившись один раз неправильно, она эту инфекцию загнала настолько глубоко уже в подслизистый слой, что ее оттуда достать будет крайне сложно. И мы начинаем говорить, вот это неизлечимо. Почему? Давайте пойдем к врачу, давайте все-таки четко посмотрим, на что. Чем болеет человек? Давайте установим диагноз. Ну, на мой взгляд, вот так. И у нас проблема этим, она не только у нас, там и российские, она повсеместна. Здесь так принято. В других странах, в Европе, опять же, на которую мы ориентируемся, везде играет одно и то же правило. Оно достаточно простое. Тебе в аптеке не выдадут препарат, не продадут лекарственные препараты, каким бы он хорошим не был, без консультации, без осмотра специалиста. Это или есть, или тебе его никто не продаст. Какой бы препарат там не был бы чудесный, от всех болезней. Ну, не бывает панацея, от всех болезней. Надо брать пациента, кропотливо изучать, что, где, как. И мелочи, опять же, тоже не бывает. Хотя, казалось бы, да, там, простой диагноз, кто не болел циститом. А на самом деле, очень серьезно, приходят пациенты, говорят, я вот пока пью лекарства, у меня все хорошо. Вот только перестаю, все, начинаются проблемы. Или, допустим, как сейчас, погода нестабильная, утром холодно, вечером холодно, днем жарко. В итоге, недостаточно может быть правильно одетый человек, девушка, да, где-то застудилась, где-то замерзла и все. И начинается по кругу. Что это? Новое, вновь появившееся заболевание, да? Или же это, допустим, обострение старого. Но, опять же, кто поставит этот диагноз? Сам по себе пациент, он этого не сделает. Этот сделает именно врач. Поэтому, ну, в первую очередь, еще раз говорю, давайте соберемся и сразу же при возникновении каких-либо проблем пойдем к доктору. А тех последствиях, которые могут возникать у пациента, последствия достаточно разнообразны. Начиная, допустим, с общих, а именно восходящим путем, восходящим путем, инфекция из нижних мочевых путей поднимается вверх. Это пилонефриты. Избежать при заражении, при начале возникновений острого пилонефрита, воспаления непосредственно самой почечной ткани, самих почек, ну, в остром периоде, наверное, избежать нельзя. И этот случай уже, это госпитализация, это лечение уже в условиях стационара. Достаточно серьезное осложнение. Соответственно, если не лечить, ну, переходит все в хроническую фазу, когда инфекция заходит из слизистого слоя, заходит в подслизистый, более в глубокие слои, и оттуда выходить достаточно сложно. Опять же, имеет различное и происхождение, и различную защиту, или там, резистентность от нашего лечения. А именно, переходит какую-то там капсулярную форму, и все. И лечение будет недостаточно надежным. Спасибо за подробный ответ. Вот Елена интересуется. Подскажите, пожалуйста, если мужчина переболел простатитом, может ли это в будущем влиять на зачатие ребенка? Это интересно, да, женщины задают вопросы именно про москопное здоровье? Я еще ни разу не видел ни одного мужчины, который сказал, слушай, моя жена, девушка, переболела циститом, будут ли у нас с ней дети? Ну, что касается простатита. Опять же, простатиты, они как и циститы, их так много, но я имею в виду форм, и клинических проявлений, что какой именно был простатит. Их на самом деле очень, вот реально очень много. И связанных непосредственно с половой жизнью, и связанных, наоборот, с отсутствием половой жизни. Они разные. В любом случае, если возникает такой вопрос, все можно вылечить. Вот все можно вылечить. Просто нужно своевременно обратиться к врачу. Опять же, кто лечил этого мужчину простатита? Фармацевт или уролог? Это играет большую роль. Если фармацевт, ну, не знаю. Но если лечим его уролог, я думаю, что мы всегда, вот, проводя обследование пациента, в первую очередь, на что я обращаю внимание, даже не из-за того, что я работаю в клинике, которая изначально настроена на репродуктивность семейная. Семейная не из-за того, что мы как бы настроены на семью. Здесь и детей лечат, и взрослых, и мужчины, и женщины, здесь вот все вместе. Семья, оказание медицинской помощи. Когда мужчина обращается за медицинской помощью, допускай, там, с простатитом или с любым заболеванием, половой системы, в первую очередь, обращаешь внимание на будущую фертильность, то есть на будущую возможность его завести детей. И при любых раскладах всегда пациенту говоришь, смотрите, если вы не будете лечиться, если вы не до конца пролечитесь, то возможное осложнение может быть бесплодным. И чтобы мотивировать пациента, потому что некоторые думают, а у труня не болит, там, когда заболит, это будет уже поздно, там уже совершенно другая прошла патология. Поэтому иногда, мотивируя пациентов на лечение, ты говоришь, это опасно, это может привести к бесплодию. Тогда да. Есть люди, которые это слышат, пациенты, есть те, которые не всегда. Они пытаются как бы пройти другим путем, достаточно сложно, когда из них своих ошибок получиться. Здесь, но мы в любом случае своих пациентов всегда говорим об этом. Если возникает угроза будущего бесплодия, обязательно. Я даже хочу буквально еще два слова сказать по поводу, что касается бесплодия. Чисто из моих клинических наблюдений я сделал вывод такой. Если у мужчины, вот мужское бесплодие, да, связано, допустим, с малым количеством сперматозоидов и недостаточной, ну, фертильностью, скажем так, спермы, то основная вина в 90% случаев, наверное, за олеоплазмой. Очень опасная инфекция, крайне опасная. Тем более, манифестных, ярких проявлений клиники этого инфекционного заболевания, их, как правило, у мужчины нет. Проходит сглаженно, смыто. Тем более, мужчины как бы не очень склонны по первому поводу там бежать к врачу и спрашивать, посмотрите, что у меня нет. Вот. У женщин микоплазма. Микоплазма, опять же, из моих наблюдений, вот сталкивается, допустим, в нематочной беременности. Женщина потеряла трубку, а то и две. В анамнезе, ну, я не знаю, в моих наблюдениях, в 90% случаев это микоплазма. К чему это приводит? Микоплазма выделяет огромное, за счет своей жизнедеятельности в организме, выделяет достаточно большое количество слизи и происходит так называемое ослизнение маточных труб. И яйцеклетка не способна двигаться в сторону полностью матки, а плодотворяется в трубе, вот вам маточная беременность. Дальше, хламидия. Это просто кто по-разному интерпретил. Я вот несколько раз уже слышал выражение, а, там, у человека хламидия, ну, подумаешь, это у кого их нет. Понимаете? Или там, а, вот у женщины там, у нее микоплазма, ничего страшного, говорят, это норма. Или там, мужчине, ну, у нее плазма, тоже ничего страшного. Ребята, все страшно. Вот все реально, это страшно. А потом, знаете, о, откуда у меня бесплодие? А вот, извините, оттуда. И в любом случае, то, что вот кто-то где-то как-то сказал, не обращайте внимания, это все такое может быть, у человека такое бывает. Не бывает. Я вам говорю, не бывает. И обязательно, если вроде бы как на фоне полного здоровья, ну, наступают какие-то критические моменты, человек там переохладился, допустим, или какие-то нервно-психические напряжения, стрессовая ситуация на работе или что-то еще, это обязательно вылезет и проявится. И поэтому пока, вот, допустим, у женщины, у нее есть заболевание, превращающееся половым путем, а именно хламидер, у плазмы, у микоплазмы и так далее, у нее всегда будут все скидки. Она никогда от них не избавится. Никогда. Пока не проведет полную санацию у своего врача и будет полностью в клинической дороге. А вот смотрите, перед планированием, когда во время планирования ребенка посетить врача, можно как раз избежать потом вот этих дальнейших проблем? Это нужно, это вот просто нужно. Не знаю, вот с какого времени, ну, может быть, уже в ближайшие, наверное, лет 10, да, идет тенденция, мне очень приятно работать с такими парами, где люди осознанно, планово подходят к заведению детей, потомства. То есть перед тем, как запланировать себе, допустим, беременность, да, и будущая мама, и папа проходят медицинское обследование, достаточно серьезное, углубленное с сдачей анализа, буквально там на огромные группы, да, да, это достаточно, может быть, расходное такое предприятие, достаточно дорогостоящее, но оно того стоит и себя оправдывает, потому что то, что иногда мы выявляем у наших пациентов и заблаговременно вылечиваем, создают, во-первых, более высокий шанс наступления беременности, во-вторых, уже будущие родители идут к родам уже себя спокойно, то есть мы не назначаем лечение во время беременности, то, с чего мы начали, с своего рода. Посмотрите, нас спрашивает Константин. Застудился, было больно ходить в туалет, через время прошло, но через два месяца стало тянуть низ живота. Скажите, что делать? Я бы, допустим, на его месте вот так бы и поступил. Дело в том, что простата и вообще половая система мужчины, это же не нос, извините, где на тебя чихнули, ты и заболел. Так не бывает. Вот это вот расхожее мнение, я посидел на мокром бетоне, да, или там на холодных камнях, и у меня вдруг возник там хламидийный простатит. Ну, достаточно безграмотное выражение, и, как правило, мы уже давно от этого ушли, и этим не пользуемся. Соответственно, чтобы у мужчины наступили какие-то клинические проявления, связанные в том числе с простатитом, для этого нужно создать условия. А именно, мужчина тоже будет уже болен. То есть, говорить по Константину, Константин, вам надо к врачу. И нормально обследоваться, дабы потом в перспективе просто не возникало каких-либо серьезных проблем, и не возникали тяжелые вопросы, будут ли у меня дети, и будет ли там счастье в семейных отношениях. Ну, это вот на мой взгляд. Хотя, само собой, бывают исключения, но они настолько редки. Ну, это, как правило, подчеркиваю правило. Вот, видимо, к нам только подключились. Людь, хочу напомнить, что мы разговариваем с Игорем Викторовичем Косяковым в первой семейной клинике. И вот здесь вот вопрос от Тамару. Нет? Ладно. От нашей подписчицы. А Вы оперируете? И если да, то где? Мы проводим малоинвазивные оперативные вмешательства на базе нашей операционной, нашей клиники. Вот я не знаю, как еще сказать. Конечно, мы проводим эти операции малоинвазивные и куда ты этого не денешься. Это надо делать. Но при необходимости, допустим, там, где требуется, может быть, наркоз и более глубокие виды лечения, мы сотрудничаем с нашими коллегами, с нашими друзьями. И те случаи, там, где мы не можем здесь прооперировать, по ряду причин, мы отправляем их туда, нашим коллегам. Вот такой еще вопрос. Вредно ли терпеть, если хочешь, в туалет? И правда, что женщинам вреднее, чем мужчинам? Я думаю, что терпишь-то не всегда. Это, ну, одноразовое такое-то мероприятие, правильно? Потерпел один раз, ну, пока едешь там в транспорте или сидишь на совещании, или там чем-то занят, или урок, или что-то еще. Не бывает ситуации, когда терпишь постоянно. Ну, на мой взгляд. Я такого еще ни разу не видел. Ну, может быть, слегка все связать с анатомией. У женщины длина уретры, там, около 5 сантиметров. Она достаточно короткая. Поэтому, ну, терпеть женщине, наверное, просто сложнее, чем мужчине. Средняя длина мужского уретры, это в районе 18-20 сантиметров. Нам терпеть проще. Ну, сказать, что это какой-то определенный вред, терпеть сколько? Терпеть сутки, двое, этого невозможно. Терпишь буквально там, пока закончится совещание, пока куда-то доберешься, пока просто найдешь свой вред или придет твоя очередь к этому туалету. Вот. Но это как разовое мероприятие, страшного в этом ничего нет. Я думаю, что одинаково можно потерпеть, как мужчинам, так и женщинам. Ну, само собой, я, если ты пропускаешь женщину, там, женщину, всегда, допустим, ей вступаешь в место в транспорте, пропускаешь ее пройти вперед в помещение, я думаю, что в туалет тоже, допустим, можно пропустить ее вперед. Помня о том, что в ретро короче и терпение, соответственно, не всегда укорочено. Ну, минимум раза в 4. А еще вот скажите, какие существуют сейчас современные методы лечения преждевременной эякуляции? В первую очередь надо понять причину. В чем заключается причина преждевременной эякуляции? Как правило, кто об этом говорит? Об этом говорит женщина? Что это женщина? Да, мужчины, не все мужчины начинают рассказывать о том, что у них есть связанные с этим какие-то проблемы. Поэтому, если, в первую очередь, мужчина сам считает, что у него в этом плане несколько что-то преждевременно, то с этим просто надо брать и разбираться. У каждого свои, опять же, критерии оценки. У кого-то... Вот, ну и, соответственно, и лечение не всегда медикаментозно, и не всегда его нужно проводить. Достаточно, может быть, беседы с пациентом, чтобы просто понять, а как правильно к этому подходить. Ну и все познается в сравнении. Кому-то так хорошо, кому-то по-другому. Но вообще, конечно, если человек, допустим, в семье, да, в гармоничные отношения между мужчиной и женщиной, между мужем и женой, я думаю, они сами находят именно те правила, как продлить близость друг к другу. Соответственно, если у нас, скажем так, хаотичные половые связи, да, то я даже не знаю, что можно назвать там быстрым, а что коротким. Здесь уже на любителям. Это мой взгляд. Но в любом случае, если женщина посчитала, что ее мужчина нуждается в этом плане, в консультации врача, то, конечно, этому мужчине надо прийти. Надо прийти и эту тему открыто обсудить. Другое дело, что мужчины почему-то в некоторых случаях начинают комплексовать, бояться обсуждать эту тему, стесняться ее. И даже не всегда с первой беседы возможно даже такого человека разговорить, понять, в чем проблема. Ну, надо понимать, что замалчивание здесь ни к чему хорошему не приведет. Поэтому затягивать ни в коем случае нельзя. Возникли вопросы, найдите время. Найдите время, придите к врачу и обсудите этот вопрос. Вот еще вопрос от нашего подписчика. Обнаружили эндометриоз. Собеременец проблема. Влияет ли? Да. Влияет. Это достаточно серьезная проблема. И этой девушке, женщине, она должна отложить, наверное, все свои дела, идти к гинекологу и заниматься здоровьем. Проблема достаточно серьезная. Но, опять же, и в условиях даже нашей клиники у нас были случаи, когда женщины после пролеченных эндометриозов, у них наступала беременность, и все было хорошо. Но тянуть, это еще раз говорю, это не приговор. Все может быть хорошо, надо правильно расписать лечение, надо провести его, и я думаю, что будет все хорошо. Беременность настолько. Раз вы говорили о вашей клинике. А как вообще нашим подписчикам попасть к вам на прием? В какие дни, в какое время вы работаете? Не знаю, это будет ли реклама. 701005 это телефон нашей регистратуры. У нас многоканальная система, здесь стоит телефон. Поэтому записаться на прием к врачу вообще не представляет никаких сложностей. Более того, так уже как-то сложилось по работе, что я на работе уже, наверное, с 8 утра, ну и с учетом того, что здесь недалеко учатся мои дети, то и там почти до 6-7 вечера. Поэтому, ну, рекручно, вот с 8 до вечера я здесь. Да, у меня есть, допустим, определенные еще дела, допустим, я председатель плавкомиссии, в Дельфании, и мне надо ехать туда, там проводить медкомиссию. Есть еще в нашем холдинге «Мать и дитя», это еще одна клиника. Вот, там бывают консультации. Иногда приходится, допустим, уезжать и консультировать там. Ну, в принципе, с утра до вечера я здесь. Более того, у нас очень классная диагностическая база. Мы работаем с Хеликсом, мы работаем, у нас своя лаборатория шикарная, мы проводим исследования достаточно быстро и практически в полном объеме. То, что необходимо. То есть, допустим, мне, как врачу, у урологу, у меня есть все возможности для нормального, качественного обследования пациента здесь на месте. У нас осталось буквально 4 минуты прямого эфира, и я оставила вопрос. Нет, еще никак не отпускают вас. Линчик пишет, делала прививку от рака матки. В последующем не будет проблем с участием. Мы не поняли ваш вопрос, в том числе и Игорь Викторович его не понял. Я правильно понял, не будет у нее потом проблем с зачатием. Наверное, да. Вы это имеете в виду? Наверное, да. Значит, Екатерина, Елена, да? Ее Лена зовут, да. Елена, я не думаю, что будут проблемы с зачатием. Более того, да, наверное, в первом триместре беременности иммунитет женщины, наверное, проседает, ослабевает. Поэтому не знаю, есть ли противопоказания вообще в плане беременности рожать. Я вообще, как и работе в тех клинике, я говорю, да, рожайте, и у вас все будет хорошо. Ну и вот последний вопрос. Назовите пять причин обратиться к урологу-андрологу. Пять причин. Значит, первая причина. Просто пришло время обратиться. Второе. Есть сомнения в отношении заболевания, передающихся подобным путем. Третье. Клинические проливные появились боли, ясного характера. То ли в пояснице, то ли над лоном, то ли в промежности. Третье. Четвертое. Ты стал вставать ночью мочиться. Так называемые ног турия, ночное мочеиспускание. Пятое. У тебя появились какие-то выделения. Все эти причины, ну это вы понимаете, да, что покраснение, изменение физиологии. Как-то все и стало иначе выглядеть. Более того, ну, плановая сдача анализа и ни с того ни с сего вылазят какие-то некрасивые цифры этих аналий. Спасибо большое еще раз. Напоминаю, что у нас был прямой эфир с урологом первой семейной клиники Игорем Викторовичем Косяковым. Ну и буквально несколько пожеланий нашим подписчикам. Через пару минут мы отключаемся. Пожелания. Первое пожелание. Что может быть важнее здоровья? Все остальное можно действительно приобрести, но здоровья не купишь. Поэтому уделяйте здоровью больше всего внимания. Второе пожелание. Относитесь друг к другу, к своим близким, так же, как хотели бы относиться к самим себе. Обязательное условие. Берегите своих женщин. Женщины берегите своих мужчин. Ну и третье. Не злоупотребляйте восхожими мнениями, чем можно злоупотреблять. Вот всему должна быть какая-то золотая мера. Наверное, во всем, которое это касается. И в питании, и, соответственно, в увлечениях, и вот чего бы ни коснулось. Вот эти вот три основных принципа. Третья та. Я думаю, что тогда у вас гарантированно будет и нормальное самочувствие, у вас будет хорошее здоровье, у вас будут прекрасные отношения с близкими, с друзьями. Ну и будет все очень хорошо. Вас благодарят наши подписчики. Огромное спасибо, в том числе и от нас. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго.